Говорит Китай. Наконец-то за четверо суток, уже пять, наверное, это пятые сутки, да, я выбросу на улицу. Субтитры сделал продвижку, такая у меня модная масочка, просто без масочки никак вообще, она до жопы, но, что поделаешь, режим есть режим. Даже во дворе кто-то занимается, вон там вот, тядька тренируется. Снежки, это молодец, что, красавчик. Что еще? Приду домой, новости расскажу. А сейчас пока на турничок. Красота, ляпота, трусы на дереве. Даже малыши тут бегают, собирают и кричат непристойные слова. Алло, 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 я волноваюсь, я волноваюсь. Эксперимент с наушниками не удался, поэтому буду кричать, буду кричать, чтобы громче меня слышали. Извините, пожалуйста, за плохой звук. У меня нет микрофона, раньше я не додумался купить его, а сейчас нет возможности купить. Почта уже заработала, некоторые компании уже заработали, фабрики, заводы запустились. Далеко не все, но такие самые большие, самые крупные. Бюджетонаполняющие компании заработали. Сегодня пришла мне смс-рассылка из карго, даже с нескольких компаний, о том, что они запускают свою работу. Украина, Россия уже что-то будет лететь. Задержки будут, будут проблемы некоторые по времени доставки, но все же уже начинают летать. С Узбекистаном пока, к сожалению, никак. Там еще пока с таможней не могут договориться. По поводу европейского направления и американского направления. В Америку у нас посылка тоже полетела. Сегодня пообещали, что завтра она полетит. Европейское направление пока еще неизвестно. Там тоже вопросы с таможней, еще до конца все не решились. Новость местного характера. Сегодня вышел на уличку, у меня была сегодня такая пробежечка. Был турничок, все было крутенько. И я попробовал пройти через проходную без листа, без джу-ру-джен. Чем самое интересное, меня даже никто и не посмотрел. Я так вот вышел, пошел, купил водички, зашел и все. Я задумался. Блин, какого хрена я четверо суток сидел дома? Так, и непосредственно перейдем к новостям по здоровью. Что у нас тут произошло за последнее время с эпидемиологической ситуацией. Значит, инфицированных все меньше, а процент выздоровевших выше. Это отличная информация. Вот мне попалась статья о том, что те люди, которые выздоровели, у них, соответственно, получился уже какой-никакой иммунитет. У них берут кровь, с этой кровью, всякими разными химическими, лабораторными манипуляциями, выделяют там что-то, что-то, какую-то плазму. Эту плазму используют в составе препаратов противокоронавирусной инфекции, либо непосредственно саму кровь переливают тяжелобольным пациентам. Вот как пишется в статье. Кровь пациентов, оправившихся от коронавируса, может спасти жизнь тяжелобольных, заявил глава Уханской больницы Жан Динюй. 16 февраля сообщает Синьхуа. Синьхуа это такая вот медиа. 12 пациентов, находящиеся в тяжелом состоянии, получили плазменную терапию. Им была перелита кровь людей, которые заразились китайским коронавирусом и выздоровели. Первыми донорами для переливания крови стали 12 китайских врачей и медсестер. Предварительные испытания показали эффективность такого способа лечения спустя 12-24 часов. Состояние тяжелых больных улучшилось. В Шанхае, по официальным данным, от коронавируса выздоровело 124 пациента. 14 из них выразили готовность пожертвовать свою кровь, чтобы помочь другим больным. Так, и перейдем к новостям экономики. Что у нас тут происходит? По данным экономистов и с Кембриджей, и Форбс, и Дитпанас, и Голдман Сакс, и кто там не считал. Все подряд считали. Вывод общий один. Китай потерпит. И мировая экономика тоже немножко потерпит от этого всего. Потому что Китай составляет 20% в мировой экономике. И является вторым потребителем нефти и газа, углеводородов в мире. Поэтому и нефтянка потерпит, будь здоров, и мир тоже потерпит нормально. По предварительным подсчетам, рост экономики Китая в этом году ляпнется на 2-1,5%. Уже за этот месяц, за месяц коронавируса, потерял 180 миллиардов долларов. Это чуть больше триллиончиков юанчиков. Ну, в общем, хватит, товарищ капитан очевидность, рассказал все невероятные очевидности о китайской экономике. Давайте теперь перейдем к статистике. Открываем WeChat, официальная статистика. Садимся поближе, не скрипи стулом. Ну, тикс, значит, на сегодняшний день заразившихся 72 532 человека. За последние сутки добавилось плюс 1891 человек. Под подозрением 6242 человека. За последние сутки плюс 1432. Выздоровевших 12 673 человека. За последние сутки плюс 1701. И смертельные случаи 1871 человек. За последние сутки плюс 98. Вот такая официальная статистика на 18 февраля. А теперь мы слушаем Игорька из Хайнаня. Всем привет из Хайнаня. Сегодня вылазка. Раз в два дня вчера никуда не выходил. Ну, в целом, новости намного лучше, чем раньше. Пик уже пройден, идет снижение зараженных. И на Хайнане уже несколько дней не поступало зараженных. Поэтому хорошие новости. Ну, в Ухане достаточно много еще в критическом состоянии. Поэтому смертность каждый день у него больше 100 человек. Ну, Игорь об этой статистике рассказывает каждый день. Сейчас новое правило на Хайнане. Если вы используете автобус или такси, вы должны сканировать код. Таким образом, если вы вдруг окажетесь, не дай бог, инфицированы, то можно будет потом отследить, где вы были, что вы использовали. И даже уже есть программы, где можно увидеть, где были больные. Таким образом, идет полная, тотальная зачистка. И, в принципе, я думаю, это хорошо. Ну, всем здоровья. Пойду в супермаркет, закуплюсь чем-нибудь вкусненьким. Bye. И напоследок, здесь шедевры китайского предприимчества. У меня появилась такая рекламка, на которой написано. Защити себя от коронавируса. 20 дней доставки. Угадайте, откуда. Правильно, с Уханя. Внизу поправочка красненьким выделена. Написано, every mask has been human tested in our Wuhan factory. Маски с 50% скидочкой из Уханя. Уже все протестировано, все ровненько.